Взрослых людей, что чужих взрослых тоже не бывает. Потому что, по большому счёту, всегда взрослые люди, это... Ну, невозможно пройти мимо человека, которому нужна твоя помощь, особенно в годах. Во-первых, потому что мы все будем в этом возрасте. Во-вторых, потому что у нас у всех есть родители, поручки, дедушки. И это... Ну, помощь вам, это помощь всем им, кому мы не смогли помочь. То есть... Мы бы... Вот наша вся эта акция, очень активно поддержанная студентами, ну, скажем так, помощь взрослым... В принципе, вот только нам повезло, что мы делаем, потому что он нам знакомый человек, да, наш коллега. А так мы, в общем-то, как бы навязали, скажем так, помощники к абсолютно незнакомым для нас людям. Но мне кажется, это никакого значения не имеет ни для студентов, ни для нас. Потому что хотелось бы, вот... Они без нас очень добрые студенты, в принципе, хорошие дети, молодежь. Но мы бы хотели еще больше посодействовать развитию в них каких-то таких простых человеческих ценностей. И мне, благодаря вам, и благодаря тому, что вы даете возможность о перезаботиться, мне кажется, у нас это получилось. Я бы хотела отдельно признательно выразить вам, гостям, пожелать вам здоровья, долголетия. Хорошей, старой, красивой. Старая, понятие субъективное. Можете даже в нее и не входить, а остаться, скажем так, ну, не знаю, в пожилом возрасте. И радоваться этому. Потому что, на самом деле, если человек был молод, всегда душой и перцем, как мы динаем, то, мне кажется, сохраняется на все года. Ребята, девочки, вам тоже в лице вас, всем нашим студентам, тоже большое спасибо. Ну, и чтобы... Ну, Бог все видит на самом деле. И все ваше теплое отношение хоть к своим близким, хоть к самим без себе, хоть к не очень близким людям, это всегда возвращается с Торицей. Поэтому вам тоже исполняйте всех ваших желаний, и чтобы ваша юная жизнь, и взлеслая жизнь, и еще более взлеслая жизнь, всегда была согрета теплом, вниманием, работой. Ну, и сколько можем, мы с вами будем дарить тепло, внимание, тем, кто в этом нуждается. Спасибо, спасибо.